Я представляю вам Гарину Критикову, представителю учебного центра САД. Сейчас тема касается обучения. Я, конечно, понимаю, что я из сектора другого, не такого, как графический мэпинг, из сектора обучения. Я понимаю, что я немножко как-то из другой экосистемы, но вижу, что собрались такие люди, которых вот всё это волнует. И ещё хочу сказать вам, что когда-то, давно-давно, я была начальником отдела технической интеграции. Меня это с вами объединяет. Сейчас уже все навыки утеряны давным-давно. Я вообще не понимаю, о чём вы говорите практически. Но мне очень приятно на вас смотреть, потому что видно, что вы свою тему очень любите, она вас захватывает. Меня пригласили Ренат и Илья, для того, чтобы я вам рассказала о том, какие новинки есть у нас в учебном центре в обучении. Потому что многие знают, что такое обучение в САПе, но немногие знают о том, что у нас изменилось. Поднимите руки, кто в последнее время приходил к нам в учебный центр. Ещё секунду паузы. Давайте я сдам сразу материал, сдавайте по и дам назад. То есть вы не видели наш красивый инновационный учебный центр? Так, понятно. Ещё один вопрос. Поднимите, пожалуйста, руки, кто знает, что такое Лёнинг Хаб. О, то есть цифровизация, она уже пошла дальше, чем очное обучение. Так что, Ренат, оказывается, люди не знают, что такое очное обучение и как оно проходит в учебном центре. Ну, тогда у меня к вам есть несколько новостей. Новости связаны с тем, что обучение, оно немножко изменилось по сравнению с тем, каким оно было раньше. Появились некоторые новые формы. И то, что вот многие из вас знают, что такое Лёнинг Хаб, это уже говорит о том, что вы удалённо учитесь и вы знаете, что такое Лёнинг Хаб. В Лёнинг Хабе произошли тоже изменения и произошли некоторые новинки. Я хочу вам рассказать о том, что у нас есть сейчас. Если я увижу, что вас эта тема не интересует, я буду быстро проходить. Хорошая новость в том, что та презентация, которую мы для вас приготовили, а мы её готовили специально для вас, в ней есть много интересных ссылок, которые помогут вам с какими-то вещами познакомиться более подробно. У нас есть хорошая страничка русская, на которой написано всё. Новости обучения, новости Лёнинг Хаба, но найти её в нашей САПовской вот этой вот среде достаточно трудно. Кроме того, я хотела ещё один вопрос задать. Есть ли среди вас партнёры? Немного. Но для вас у меня тоже есть одно интересное сообщение. К нам пришла Настя Логинова, которая представляет нашу совместную с партнёрским отделом интересную такую идею, которая родилась пару лет назад. Она называется «Партнёрская академия». И по этой партнёрской академии есть целая программа, в которой проводятся семинары с хорошей 50-процентной скидкой. Если вы партнёр, вы можете по ссылке посмотреть, какие семинары проводятся, и посмотреть повнимательнее, что есть в этой партнёрской академии. Итак, что я вам хотела рассказать. Значит, ну, что такое наш учебный центр, вы, наверное, представляете. То есть это тренинговые системы, это обучение с преподавателем, это если говорить о стандартных семинарах. Вот. У нас очень много появилось новых семинаров, связанных с Ханой, с СФО Ханой, связанных с машин-лёнингом, связанных с новыми инновационными темами. Но это всё то, что касается семинаров по стандартным решениям, стандартные семинары, которые мы проводим для разных аудиторий и разных групп. Я в учебном центре занимаюсь составлением больших программ обучения для разных клиентов и для партнёров в том числе. Я занимаюсь качеством обучения, и вопросы качества и развития тренерской экспертизы находятся в моём ведении. Так что если у вас будут появляться какие-то вопросы, связанные с этим, то вы можете обращаться ко мне. Кроме этого, у нас недавно появилось новое такое направление, это бизнес-курсы от лидеров мнений. Когда мы приглашаем разные компании или представителей каких-то экспертов от компаний, и они совместно с нами проводят различные семинары, в которых есть бизнес-часть, какая-то методологическая часть, и вместе с ней мы рассказываем уже наши инструментальные темы, какие-то САПовские наши средства. У нас появились воркшопы технические, вот вместе вот с этой же темой бизнес-курсы от лидеров мнений. И у нас появились семинары, в которых мы встраиваем элементы геймификации или бизнес-игры. Эти бизнес-игры мы разработали сами, совместно с нашим партнёром компанией «Центр Гейм», и они у нас пользуются достаточно большим спросом, эти бизнес-игры. Значит, что я вам хотела рассказать сегодня? Я хотела вам рассказать о новых форматах, ну то есть какие у нас есть вот эти вот самые мастер-классы и бизнес-семинары. Они есть, например, такие. Отцо. Что такое отцо? Как работает отцо? И этот семинар проводит у нас компания «Северсталь», и представители компании «Северсталь» рассказывают о своём опыте создания отцов. У нас есть семинар, который называется «Обзор создания и развития центров экспертизы» или «Центров компетенции». Этот семинар проводит наш бизнес-консалтинг, и вместе с ними выступает один из представителей клиентов. Сейчас он в ЧТПЗ, раньше это был ОМК Митеков Алексей. То есть он приходит к нам на семинар и рассказывает, кто как он практически это делал. У нас появился недавно совсем новый семинар, который у нас будет проводиться в конце сентября «Оптимизация процесса управления данными». Данные есть. Его будет проводить наш САПовский специалист и Михаил Андронов. То есть вот вебинар прошёл очень хорошо, был очень интересен, и я думаю, что если будет желание, вы можете тоже присоединиться к этому семинару. Ну, кроме этого, у нас появился совместно с «Прайс Ваттерхаус» у нас появилось два семинара по налоговому мониторингу и по ИФРС-16, методология внедрения и непосредственно само внедрение. Мы проводим такие семинары, как «Тренинг для тренеров». Если, например, кто-то из вас читает в учебном центре семинар и хочет, чтобы немножко как-то улучшить свои навыки тренерства, он может прийти к нам именно на семинар, который мы называем «Тренинг для тренеров». Это очень полезный двухдневный практический тренинг, на котором вам прямо в упражнениях и во всяких разных практических заданиях вы можете посмотреть, как лучше проводить тренинги, как можно их сделать более интересными. У нас есть семинар, который называется «Сабстарт». Это как раз семинар с элементами геймификации. Мы разработали игру, которая называется «Золотой костыль». Она по строительству железной дороги. «Костыль» — это не в смысле интеграционном, и «Костыль» — это не в смысле инвалидном. «Костыль» — это та штука, которая вбивается уже конкретно в железнодорожное полотно, когда стыкуются две дороги. И у нас вот эта игра, она проходит в рамках семинара «Сабстарт». Что такое семинар «Сабстарт»? Мы его разработали года три, наверное, назад, и уже очень много клиентов прошли этот семинар. Значит, когда клиент только-только приобрел «Сабстарт» и он начинает внедрение, он хочет узнать, как внедряется «Сабстарт». И мы проводим в очень такой легкой, непринужденной форме вот этот семинар, и заканчивается он двухдневный, и заканчивается он игрой. То есть проводится вот эта игра, когда люди могут посмотреть, как проектное управление. Мы показываем методологию, либо раньше это был АСАП, сейчас мы показываем методологию «Сабактивейт», рассказываем, какая разница между этими методологиями. Ну, то есть семинар, в общем, достаточно такой полезный, интересный, это просто для того, чтобы вы знали. Ну, семинар для конечных пользователей, когда, как говорят, система работает до тех пор, пока в нее не запустили пользователи. И вот есть семинар, который у нас проводится специально по орг-изменениям и организационной адаптации пользователей. Это то, что касается бизнес-семинаров. То, что касается новых форм обучения или форматов. У нас появился такой формат, как Blended Learning Academy. Это смешанная академия или модель смешанного обучения. Она хорошо подходит, возможно, для стажеров или для тех людей, у которых есть протяженное количество времени и нет такого вот, допустим, он не может прийти на 10-дневную академию, чтобы ее прослушать. Тогда вот эта модель, она без отрыва от производства. Сначала проводится небольшое очное обучение, потом человеку предоставляется доступ в Learning Hub, он учится в Learning Hub, делает упражнения в лиф-аксессе и потом заканчивает, есть несколько сессий, которые проводятся с экспертом. И завершается это обучение сертификационным экзаменом, который проходит либо в облачную сертификацию, но об этом я скажу чуть позже, либо сертификация в классе. Я вам расскажу, чем отличаются вот эти две формы сертификации. Вот таких у нас академий сейчас уже несколько. И я вам хочу сказать, что эта форма только-только набирает обороты. Еще очень мало кто заказывает эти академии, но на самом деле в некоторых случаях они бывают, особенно когда кто-то там, стажерская какая-то программа или человеку нужно изучить какую-то тему, есть какой-то протяженный промежуток времени. Ну, в общем, вот есть такая модель. И вот здесь вот по ссылочке вы можете посмотреть, какие академии сейчас в данный момент существуют. Например, академия по АБАПу существует вот такая. То есть когда ты можешь использовать вот эту форму смешанного обучения. Кроме этого появилась еще одна новая модель обучения. Это называется практикумы или хендзон. Хендзон, они без теории. То есть там теории всего 10%. То есть если есть какой-то стандартный семинар, на базе этого стандартного семинара можно легко сделать хендзон, проходя просто по упражнениям, но эти упражнения можно прослушать вместе с тренером, и тренер может дать свои рекомендации по тому, как делать эти упражнения. И в какой-то теме можно достаточно быстро продвинуться, потому что хендзон по сравнению с обычными семинарами, они гораздо короче. Ну, это вот то, что я хотела сказать по новым форматам. Вот такие вот у нас появились воркшопы. Воркшопы достаточно такие используются очень часто. Это неделя финансов, неделя логистики. В этих неделях мы рассказываем о том, что изменилось, то есть это дельта между ERP и SFO. И вот здесь вот эти семинары интересны тем, что очень мало специалистов, экспертов, которые знают полностью весь переход, допустим, на SFO по логистике. И очень много специалистов участвуют в этом семинаре. И мы сделали так, что каждый специалист рассказывает в своей области вот эту дельту, и сюда же включены темы по миграции данных, и сюда же включены темы по интерфейсу Фиори. То есть получается, что человек, придя на неделю финансов, за пять дней может быстренько погрузиться в эту тему и узнать, что изменилось в SFO по сравнению с ERP. Ну, дальше для вас, наверное, интересны вот эти две темы, которые там, неделя безопасности и основы машин-люнинг. То есть вы можете по ссылочкам потом посмотреть, что эти воркшопы из себя представляют. Игры вот в жизненном цикле проекта. Я показала все игры, которые у нас есть. Первая из этих игр – это игра ERP-SIM или SFO-HANA-SIM. Она нужна, когда, например, клиент стоит перед выбором решения и хочет посмотреть, например, чем отличается интерфейс SFO-HANA от интерфейса ERP. И с помощью вот этой моделирующей игры, ну, конечно, это скорее там бывает для бизнес-пользователей, для топ-менеджмента, потому что в симуляционной среде, в разных ролях, их захватывает азарт людей, которые становятся участниками этого семинара. Они забывают об интерфейсе, и им уже не страшно нажимать на кнопки. И получается, что достаточно быстро они погружаются и понимают, в чем же заключается процесс интеграции бизнес-процессов, и как в разных ролях люди могут видеть информацию из других аспектов деятельности. Это та игра, про которую я вам уже рассказала. Она используется на начале проекта. И здесь тоже можно, если вы захотите, посмотреть более подробно ее описание. Есть еще одна игра, которую мы разработали и проводим семинар, в семинаре по построению центра компетенции. Эта игра называется «Автономия на Марсе», когда проект «Все» пошел уже в Go Live, и люди остаются одни на проекте без консультантов. И мы разработали такую игру, которая позволяет обеспечить автономию на Марсе сначала для 10 человек, потом для 30, потом для 50. И клиенту, как правило, это тоже достаточно интересно, потому что есть какие-то аналогии, сравнения с тем, как это происходит на деле, в реальной жизни. Естественно, у нас есть бизнес-тренеры, которые это делают, понимая, что такое САП, что такое внедрение, что такое поддержка. И последний семинар проходит хорошо для командообразовательных всяких мероприятий. Мы строим город. Мы строим город, причем строим его из реальных конструкторов, из деревянных конструкторов. И в эти конструкторы мы встраиваем небольшое оборудование. Каждая команда строит свое здание. И дальше эти здания должны интегрироваться на большой-большой карте. В этой игре могут принимать участие до 200 человек. И когда команды строят, например, каждое свое здание, они еще не понимают, что потом им эти здания нужно будет интегрировать в общую систему, чтобы город заработал. И вот когда они построили свое здание, потом начинают процесс интеграции, оказывается, что они в ТЗ что-то не дочитали. И тогда им приходится вернуться, бывает там разрушить это здание, потом его снова построить, чтобы вместе вот это вот все. И вот так в итоге, когда вот все эти здания начинают интегрироваться между собой, там как по цепочке одно оборудование запускает другое. И когда последнее здание, ну там поднимается такой флажок, и мы запустили город. А при этом спонсор принимает это. Ну получается, что люди, которые уже давным-давно не играли, не трогали вот эти компьютеры в руках, их очень охватывает вот это. Ну хорошо проводили. Мы проводили в ОМК эту игру на совете интеграторов, на совете архитекторов, технических архитекторов. И они были просто вот очень довольны, потому что они поняли, что эта тема достаточно такая важная. То есть это аналогии, когда проводятся на каких-то таких простых вещах, то эти аналогии, они людям дают много чего понять. Я вот здесь вот просто эти игры перечислила, не буду на них останавливаться, чтобы вы просто знали, что это есть. И если это интересно, можете дальше рассказывать там своим друзьям, клиентам, кому-то еще. Новости SAP Learning Hub. Что изменилось в Learning Hub? Наверное, вы, может быть, уже слышали, что в Learning Hub появилась возможность, то есть вот эти вот, появилась новая система BG. Также, как и все разные другие компании, в Oracle есть эта своя система BG, она появилась у SAP. То есть раньше к нам обращались очень часто и спрашивали, кто у вас знает вот эту тему, и кто у вас проходил обучение, кто у вас сертифицировался, кого мы можем взять себе на проект. Сейчас с введением вот этих цифровых BG ситуация немножко меняется. Каждый этот BG может загрузить, показать, что он есть в электронном виде, он подтверден. Самая крутая степень, это вот эта степень, это BG, который получается, это вот реальная сертификация. Его можно получить только после того, как ты прослушаешь определенную какую-то программу. Понятно, вы знаете, что такое SAP сертификация. Когда вы прошли несколько семинаров, и они завершаются сертификационным экзаменом. Это с проктором проходит эта сертификация. Раньше она проходила в классе. Новость заключается в том, что сейчас больше в классе сертификации проводиться не будут. Все сертификации переходят в облако. Мы пока в учебном центре оставили такую возможность пройти сертификацию в классе. Но сертификация в классе, если вы заказываете сертификацию в классе, она у вас есть только одна покупка. Если вы сертифицируетесь в облаке, то есть если у вас есть сертификацион хаб, то у вас есть шесть попыток. Эти шесть попыток вы можете использовать на шесть разных тем. Можете там на три темы использовать и два раза попробовать эту сертификацию пройти. Или, например, шесть раз попытаться и пройти в конечном итоге какую-то сертификацию. Чтобы понять, как сертифицироваться, я не знаю, кто из вас знает, что такое Learning Journey, кто пользуется SAP Learning Journey. Но вот тут есть эта ссылка. Ссылка очень полезная. Когда вы хотите изучить какую-то тему, вы можете в Learning Journey найти ссылочку на то, какая программа нужна для того, чтобы изучить ту или иную тему. Какие курсы надо пройти. И вот эта вот ссылка, она позволяет посмотреть, как еще можно сертифицироваться. Но кроме вот этой большой сертификации, которая появилась сейчас и стала облачной, она постепенно будет переходить полностью в облако. Почему еще можно в классе сертифицироваться? Если, например, вы не хотите разбираться с подключением, потому что там достаточно сложное подключение, ты можешь в любом месте это сделать, но ты должен обеспечить достаточно, ну, такие требования серьезные. Вот если вы этого не хотите делать, или у вас нет такой возможности, вы можете это сделать в классе. Но тогда эта сертификация чуть подешевле, и у вас есть только одна покупка. То есть вот чем отличаются вот эти три формы. Кроме вот такого вот бейджа, который показывает, что вы сертифицированы, и там может быть несколько разных ролей. Например, вы можете сертифицироваться как консультант, бизнес-консультант, вы можете сертифицироваться как девелопер, и вы можете сертифицироваться там как, как-то еще там есть какая-то форма, тоже что-то с девелопментом связано. А девелопмент-консультант, по-моему, как-то вот так. То есть когда ты не просто знаешь там, ну, допустим, программирование, а когда ты еще и знаешь бизнес-процессы, когда ты понимаешь вот то, что касается BPM, вот эта вот вся история, да, про бизнес-процесс-менеджмент. Вот, и вот это самая получается такая крутая форма, да, то есть когда ты сертифицирован на скатеризм. Но появилась еще система бейджи. Вот эти бейджи, они получаются после того, как ты в Learning Hub прошел какую-то либо тему, либо несколько тем. То есть есть тоже определенные курикулы, в которых показано, что ты сертифицируешься, ну, не сертифицируешься, а получаешь вот этот вот бейдж, и он у тебя как бы в копилочку электронную ложится. И когда ты потом куда-то там кому-то предъявляешь себя и рассказываешь, что ты умеешь и знаешь, вот этот вот бейдж уже он будет об этом свидетельствовать. Сейчас это набирает прямо обороты. Вот, значит, и вот это то, что касается знаний, это то, что касается навыков. Каждый вот такой вот бейдж, когда ты в Learning Hub начинаешь смотреть, что ты можешь получить, и в Learning Journey ты можешь посмотреть, что за этим бейджем кроется, и какие знания ты должен получить. Значит, есть еще бейджи, которые свидетельствуют о навыках. То есть не просто знания ты получил, а у тебя еще есть навыки. То есть ты можешь, например, проводить какие-то там воркшопы, ты знаешь, ты прошел уже там по теме Леонардо что-то, и у тебя есть навыки в этой теме. И опять же, когда ты заходишь вот в Learning Hub, ты можешь посмотреть, что какие навыки тебе нужны для того, чтобы получить уже вот такой вот бейдж, skills бейдж он называется. Вот, значит, вот здесь подробно написано, какие есть бейджи в SAP, и вы уже сейчас можете начать их получать, эти бейджи. Скажите, а кто или что такое проктор? Проктор это тот, кто следит за теми, кто сертифицируется. Скажите, допустим, у меня есть несколько сертификатов в SAP, я вам получу сертификейшн бейдж. Сертификейшн бейдж, он электронный. Вы можете... Я понимаю, я понял вас. Я могу как зарегистрировать свой старый сертификат и получить электронный бейдж? Нет, вот в том-то и дело, что старый сертификат, он бумажный. Понятно, что это все. Нет, он зарегистрирован точно. Ну, во-первых, те сертификации, которые были раньше, они, ну, конечно, имеют силу, да, но там же они по версиям тоже продукт. Понятно, я не хочу получить бейдж по новой версии, а я хочу получить бейдж по своей версии, по которой я сейчас. Ну, я думаю, что, наверное, нет. Я думаю, что это только новые знания, которые получаются в Learning Hub, ты проходишь какой-то курс, и потом ты его закрепляешь ассесментом и получаешь бейдж. Или цепочку курсов ты проходишь и получаешь бейдж. Еще был вопрос. Да, вот как мне из OpenSupp сейчас получить свои бейджи вот через Yoraklaim, это возможно? Через что? Yoraklaim. А мне кажется, они там и есть через Yoraklaim. Я не нашел пока даже там опции такой, чтобы как-то свой аккаунт на Yoraklaim там с чем-то с мебель. А есть уже аккаунт на Yoraklaim? Ну, у меня там есть даже сертификация, да. Ну, надо, наверное, тогда отдельно. Давайте я просто вот в этой же презентации я указала все, что связано с вопросами сертификации, к кому обращаться. Там прямо есть на слайде. А, вот новости сертификации. Вот Ольга Бронина. Просто мы тогда, вы можете там с ней связаться или со мной связаться, и мы попробуем разобраться. Правильно я думаю, что если сейчас пройти о сертификацию учебного класса, то будет только сертификат, а больше не будет. Этот вопрос, я, наверное, на него не смогу ответить. Я думаю, что сейчас, наверное, такая возможность есть получить электронный бумаж. А, нет, нет, точно. Это будет бумажный сертификат, если вы будете в учебном центре. Это еще одна разница, которая есть. Да, вы получите бумажный сертификат. А вот я недавно проходил, допустим, у вас электронные курсы. По ним есть беджи какие-то? Вот перечень всех беджей, он вот здесь вот написан. То есть вы можете прям по этим ссылкам посмотреть. Вот это вот все беджи, которые сейчас существуют. Ну вот можете там вернуться назад, там knowledge, да? То есть у вас при прохождении курса, допустим, там по IBP я курс прошел электронный. Вот у вас там беджи не предусмотрены, да, за прохождение курса? По IBP может быть предусмотрено за несколько, потому что там же академия, она состоит из трех, по-моему, курсов. А, это за программу пока дается. А, понятно. Ну то есть по разным темам, по-разному. Для того, чтобы тебе понять, какой бедж дается, для чего тебе надо зайти в бедж IBP, если он существует, да, и посмотреть, какие навыки и что он предусматривает, какие знания под собой он имеет. Так, ну вот то, что касается новой системы беджей, то, что касается новостей сертификации, это новости такие, что сертификация теперь только в облаке, как я вам сказала, и есть возможность сертификации в классе, но оно вот в каком-то случае хуже, потому что одна попытка, и потому что бумажный сертификат. Так, значит, что мы можем сделать совместно? Например, у вас есть какая-то тема, и вы эту тему можете принести нашей экосистеме. Вы можете прийти к нам, и мы можем с вами совместно сделать какой-то спецкурс. Для того, чтобы сделать этот спецкурс, мы можем там провести вебинар, поверить температуру, понять, нужно ли рынку такой семинар проводить, понять, есть ли такие желающие, и дальше этот семинар запланировать на какое-то определенное время. Если у вас есть такие темы, мы будем вам признательны, и мне кажется, что это будет хорошее такое совместное мероприятие. У нас 17 сентября здесь же в ПЦЛ будет проходить САП Education Discuss Club, где будут собираться на этой площадке большое количество клиентов по обучению. Мы будем рассказывать о том, как темы обучения у разных клиентов используются, про опыт клиентский, и будем вообще разговаривать о том, как, в принципе, САПовские клиенты выстраивают непрерывное обучение. Что такое центры компетенции, что такое корпоративные университеты, как строится ОТЦО корпоративной академии. Ну, то есть, если вам интересно, приходите сами и приглашайте своих клиентов. Там будут достаточно такие интересные люди, интересные спикеры. Кроме этого, у нас вот то, что пришла к нам Настя, она принесла нам хорошую новость, что будет проходить вот такой вот вебинар по Cloud Platform, ну, то есть, вот по CPI, вы можете сначала пойти на этот вебинар, если вам интересно, а потом, в общем, не так, ну, то есть, достаточно близкая дата в октябре у нас по семинару CLD 900. То есть, сначала вы можете на вебинаре как бы краткий обзор прослушать полуторачасовой, а потом вы можете пойти на этот семинар. Ну, и последнее, что я хотела просто задать вам вопрос. Может быть, вы можете подсказать, может быть, у вас есть какие-то идеи, как нам сделать обучение в учебном центре или еще как-то лучше. То есть, если у вас есть какие-то предложения или идеи, может быть, вы не сможете это сказать сейчас, а в ответ на ту рассылку, которую мы сделаем с материалами, напишите нам свои предложения и идеи, мы будем вам благодарны. Окей. Нет предложений. У меня есть предложения. У меня есть такой курс, где-то 750, это классная тема, по которой я выступал. Он почему-то у нас то ли не востребован, то ли он все в обучающем центре не представлен, хотя он курс, который есть, и я даже его числал в Бюсселе. Ну, давайте сделаем. Если есть интерес... Я могу... Давайте сейчас меряем температуру. Нет, а мы так делаем всегда. Это обязательное мероприятие. То есть мы сначала меряем температуру, к вебинару надо будет подготовиться, потом надо будет посмотреть, интересно ли это рынку, потому что просто так разрабатывать, ну, семинар, да? Не, его надо разрабатывать. Он есть. Ну, а если он есть, то тогда и рисков-то не так много. Коллеги, спасибо вам большое. Я была рада выступить перед такой хорошей, умной аудиторией. В общем, если что-то вам нужно, приходите к нам. Спасибо. 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 Спасибо.